сидишь скажи всем привет всем привет ребята сегодня у нас забедательный день мы получили новую пружину для нашей задней подвески из-за того что папа немножко толстенький ему нужна другая пружина эта пружина держит больше 85 килограмм она от 85 до 95 я надеюсь вам это зайдет быстренько пройдемся посмотрим как это устанавливается надеюсь что будет не очень тяжело дать ему скажи всем лайк скажи лайк лайк так ребят сделаем с вами анбоксинг посмотрим что у нас внутри она мне стоила 181 бакс канадских долларов я думал американских где-то около 150 долларов давайте посмотрим что у нас внутри все у нас не так-то просто открываемся мы вот так тяжелая у нас еще все коробка с пружиной даже наклейки нет наклейки нету шейм шейм на вас ребята ну все пружина и пакет вот все что у нас есть так ребят что мы будем делать нам нужно будет снять вот эту защиту раскрутить нижнюю часть линкеджа потом нам надо будет раскрутить задние задние вот этого часть вытащите немножко назад чтобы мы могли вытащить наш задние амортизатор через вот эту дырку вниз замена и возвращаем это наверх давайте посмотрим насколько это легко нам нужно раскрутить это вот этот болт и вот этот болт начну с этого болта здесь у нас идет ключ на 13 смотрите какая интересная вещь видите болт во первых болты которые вы видите что они идут завода и на них идет клей для болтов видите этот болтик у меня немножко сбился то я уже где-то накуролесил и где-то его немножко повредил но ничего он живой по возможности закажу новый так открываем сейчас вот эту часть вот наш трой болт так это все выглядит потом не забудьте если вы уже здесь обслужите его потому что каждых не важно если вы гоняете и серьезно старайтесь где-то каждых три часов два часов обслуживать что это значит это хорошо почистить добавить сюда немножко гриза если надо в определенных местах вытаскиваете эти берингсы просто прочищаете все смотрите то там не хватает и по нам нужно сейчас открыть наше колесо за дня чтобы ослабить нашу цепь потому что когда мы будем вытаскивать когда мы раскрутим вот этот вот всю эту часть и потянем ее назад цепь нам будет мешать так что то что нам нужно сделать это освободить чтобы нам было все проще снимаем берем раз как говорится если мы уже добрались до этой части не что и там почистить освобождаем немножко наш калипер задний просто его так вешиваем и сейчас будем их раскручивать с вами саму заднюю часть мотоцикла я болтки люблю возвращать по возможности на места чтобы они у меня не потерялись и знал где они были так сейчас нам нужно раскрутить вот эту часть берем ключ на 19 и как говорится погнали ставим это аккуратно чтобы ничего у нас не потерялось вытаскиваем это наружу осторожно приподнимаем и вытаскиваем у нас получается что нас освободилась задняя часть мотоцикла мы просто аккуратненько ставим здесь так это у нас готова так берем ключ на 13 и откручиваем наш последний болт который держит нам наш амортизатор задней слушайте какой-то прикол и не понимаю почему это тоже сбитая тоже какая-то непонятно знаете что мне кажется дебилы которые собирали этот мотоцикл извините меня ребята профессионалы они не могли попасть ровно в резьбу и они просто тупо вбивали это пока она не зацепилась но это так выглядит не знаю как сейчас на камеры если честь сделаю фотку вам ставлю если плохо видно вот уроды что не может быть совпадение что два болта такие ну-ну-ну-ну газ-газ не знаю кто собирал тут в канаде ну-ну-ну-ну как я вам сказал сейчас мы будем очищать наш задний амортизатор как надо перед тем как мы его разбираем потому что когда мы начинаем разбирать он грязненький попадается вот эта вот грязь и потом намного тяжелее работать и закручивается не очень хорошо короче когда чисто намного приятней это все делать окей сейчас он красавчик чтобы мне было легче я поставлю это в тиски это дело легонечко не сильно чтобы ничего не повредить из-за того что я один не будет намного легче так и вам рассказывать и чтобы она держалась как надо волки супер так нам нужно освободить вот эту вот верхнюю часть это обычный элен мы берем я думаю четверочка здесь давайте посмотрим до четверочка это мы сняли не обязательно это делать это для моего удобства ребят так новых рессорах видите как они сделали не сделали вот такой вот закрывашку раньше было просто два таких кольца которые мы помните били молотком и отверткой сейчас они это сделали немножко попроще с посмотрим как она будет все откручиваться скажу мое ощущение что было лучше и так ключа у меня нету окей плеча у меня нету потому что в магазине не было для этого мотоцикла правильного ключа так что я сейчас возьму по старинке отверточку хорошенькую и начну ослаблять наш спринг пружина еще натянута надо ее еще спускать вниз хочу вам сказать железные эти штучки были намного удобно потому что ты по них бьешь ничего там вот я сейчас бью она немножко за то что это пластмасса она немножко отбивает это ничего страшного но говорится неприятно а железные были ты по ним бьешь сколько хочешь им ничего не случается как говорится быстро не получится чтобы легко работать над пружиной и подойти к этому месту там где наш стоппер находится нужно открутить до конца по-другому будет очень тяжело наконец-то рукой пошло ребят так ребят я надеюсь вы на камеру это увидите здесь когда вы опускаете вот эту вот серебряную штучку ведь у нас здесь колечко вот это вот его надо просто разогнуть и вытащить и тогда мы освободим нашу пружину вот наша пружинка ребят красивая вытаскиваем наше колечко еще одно колечко и вот вот она ребят если кому-то надо на продаже она у меня будет как говорится за 80 договорились это мы потом почистим и вот разница давайте посмотрим на разницу но это тяжелее чувствуется что она тяжелее ну и номера есть хорошо что здесь есть номера так мне легче понять что они заказали мне то что мне надо вот то что у меня была стоковая 42 на 260 а сейчас это 45 на 260 так как ставить пружину неважно какой стороной я просто что делаю что было красиво ну я думаю так и правильные название вот это вот WP45260 я просто бросаю это сюда вот так вот чтобы когда стоял рессор мы могли видеть это вот так сейчас мы возвращаем наше все обратно так как оно было вот так вот видите я вставил он сразу же стало на место это уже стопориться стоит как надо это освобожден это значит что сейчас нам нужно будет закручивать сейчас что я сделаю я просто рукой сделаю до максимума что я могу и потом уже отверткой закручу после этого ребят как вы понимаете нужно настраивать подвеску сага именно вот этой пружины в следующем видео я вам сделаю как правильно это сделать попытаюсь вам объяснить простыми словами потому что иногда когда я смотрю видео в ютюбе или читая инструкцию такая каша дом болен лучше не трогать потому что точно что запутаюсь вот я уже сделал research понял что и как я вам объясню следующем видосе все докрутил как мог сейчас мы будем это спускать из-за того что мой вес 90 с ботинками с мешком с водой 3 литра и со всеми причиндалами добавьте еще десять килограмм где-то сот сотню и она должна держать это значит что мне надо ее опустить ниже конечно потом мы под настроим но лучше мне здесь это спустить почти по максимуму чтобы мне было потом легче внутри с ними играться когда кашу кушаешь сил много можно все закрутить и раскрутить после того как вы довели туда куда бы хотели на первой стадии нужно вернуть наш стоппер на место стоппер опять же возвращайте на место так чтобы вам было легче потом его раскручивать наш рессор если стоит так и вы видите вот эту вот настройку к ней не так тяжело добраться то вы поставьте стоппер вот в таком положении тогда вы сможете к нему добраться когда вы будете настраивать пружину на самом мотоцикле где наш или на 4 поставили аккуратненько и закрутили вот ребятки готова смотрите я вам покажу где у меня не получилось видите отломалась эта часть вот это конечно стрёмненько фигня пластик стоит копейки но и он работать будет до конца его не надо менять просто некрасиво так сейчас я проверю что у меня здесь все хорошо протру и начнем устанавливать это обратно так ребят я взял все наши болты посмотрите на вот эти два вещь они надкусаны такое ощущение что не специально так надкусаны честно не знаю если кто-то понимает напишите в комментарии потому что я здесь немножко потерялась а ягаде почему они здесь такие надбитые 2 всегда смотрите если вытащили болты увидели на болту смазку как на этом было например да то всегда смазывайте если вы видите клей для болтов здесь опять же тоже когда вы будете закручивать то же самое повторяйте за заводом который это изготавливал будем думать что они знают что они делают ну по крайней мере больше знает чем мы любители знаем сейчас я подготавливаю все болты даю им смазочки потом я уже сразу же не несу клей для болтов я пользуюсь таким стиком мне больше нравится она меньше пачкать более контролируемая не знаю что лучше как бы вот видите я пользовался она уже немножко засохла вот здесь мы дали ребят не забудьте когда вы устанавливаете вот эта часть должна быть снаружи чтобы вы могли настраивать и смотрите вот этот вот стоппер который здесь чтобы у вас здесь было удобный подход не забудьте его поставить так как я поставил здесь подходим так ребят чтобы не было легче сделаю вот так окей не закручиваю до конца его самого так опять же здесь когда мы все настраиваем смотрим что настройка с той же стороны вот это то чтобы наоборот мы не перепутали вот то же самое так теперь мы вернули теперь мы можем возвращать спокойно наш наши делишки вот эти вот все после того как мы почистили здесь ребят вы экстримом не занимайтесь и не забивайте сейчас я верну быстренько на место не берите молоток и сразу же гремите по мотоциклу потому что такая ошибка может стоить вам много головной боли мы вошли ребят это уже хорошо мы вошли теперь закручиваем вот эту часть ребят теперь когда вы закручиваете мотоцикл сначала затяните нижнюю часть если я не ошибаюсь это вроде маятник называется на русском в комментах пишите прав ли я или нет вот вы меня исправляете а то у меня русский неродной я его выучил в 13 лет только так что я сначала прикручиваю маятник вот эту вот заднюю часть мотоцикла не до конца окей потом я иду на следующую как бы его прикрутил так хорошо чтобы она села немножко здесь проверил что у нас все окей подергал чтобы она все стало на место как надо теперь я закручиваю вот эту часть вот эту часть тоже не до конца и беру ключ на 13 закручиваю вот эту часть так здесь я уже начинаю подкрутить подтянул немножко взял здесь взял то что я не докрутил тогда подтянул хорошо окей ваша мануле в инструкции в книжке есть торг я этим не пользуюсь я все под натяжку под руки чувствую как должно быть так что кто так не умеет делайте это по торг который написан в книжке вот и все ребята все стоит сейчас последним делом иногда мы бываем к нам дети приходят мозги пудрят проверьте что здесь все закрыто пройдитесь опять посмотрите что все что вы открутили все закрутилось посмотрите здесь что вам все удобно смотрите что ресурс стоит как надо что все у него как доктор приписал как говорится вот сейчас я ставлю заднее колесо и следующее видео будет как настраивать саг ребят а 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чувствуется большая упругость, ребят. Чувствуется. Сак будем настраивать, посмотрим, что он скажет нам. Фух. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА